Добрый вечер! Здравствуйте, уважаемый Лев Вячеславович! Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, наши дорогие слушатели, наши студенты школы! Радую вас приветствовать в эфире с нашим мастером, Львом Вячеславовичем Клыковым, который для нас сегодня раскроет тему и проанализирует порядки старого мира, нового мира, в который мы с вами плавно или уже активно достаточно переходим. Эту тему Лев Вячеславович оглашал еще в своих книгах в начале 2000-х, и сейчас как раз мы очень много в этих вопросах хотим разбираться, чтобы правильно себя вести, реагировать. Кто-то выбирает служение, активную позицию, и хотел бы получше во всей этой теме разбираться. Поэтому, Лев Вячеславович, расскажите, пожалуйста, для нас, раскройте эту тему в таком ключе, как вы всегда говорили, что Всевышний сейчас занимается этим процессом, перекроем и переформатированием мира. Как это все будет выглядеть, насколько будет отличаться старая парадигма от нового? Каким изменениям готовится? Что ожидать? Ну, во-первых, нужно сказать, что этот процесс, он идет давно, он идет, ну, я его наблюдаю уже почти 20 лет, вот, ну, он идет даже еще больше. И предшествовало этому процессу, предшествовало, скажем так, заседание Вселенной, так сказать, иерарха Вселенной, и где решался вопрос вообще, что делать с Землей. Нужно ее, может быть, просто уничтожить, потому что здесь средоточие зла было такое, что очень хотелось это сделать. Ну, на самом деле, мать мира сказала, нет, давайте разберемся, кто виноват, и пусть каждый ответит за то, что он сделал. Ну, и, как вы понимаете, этот процесс, он предполагает уже совсем другие действия, вот, и эти действия требуют достаточно большого времени. Вот, я думаю, что в те события, которые происходят во Вселенной, они, так сказать, были известны, что они произойдут, и именно к этому сроку и было приурочено вот все то, что сейчас происходит. А что происходит? В свое время Земля управляла всей Вселенной, вот, фактически на ней был Золотой век. Люди, которые управляли, они могли перемещаться по всей Вселенной без всяких средств транспорта, вот, просто самостоятельно могли телепортироваться, если это было необходимо. Вот, затем Земля была захвачена, и та система иммунная, которая существовала, она существовала на родовом уровне, вот, и эта система иммунная была разрушена, вот, и Земля была захвачена. Это было уже давно, и десятки тысяч лет практически на Земле существовало вот это, и существует еще пока сегодня, да, система, скажем так, угнетения тех людей, которые живут на Земле, человечество. Причем, нужно сказать, что Земля претерпела целый ряд катаклизмов, вот, она была совершенно по-другому устроена, ее был не склон, вот, все это было, все это было уничтожено. Вот, сейчас практически всем управляет матрица, матрица, искусственная матрица, построенная по, как копия матрицы живой. И мы можем наблюдать, что человечество превращено, на самом деле, в животное. И вы можете сами наблюдать, что любой, любой человек, ну, во всяком случае, больше 80% человечества живут по животным программам, то есть их интересует только еда, воспроизводство или секс, вот, и доминирование в обществе. То есть то, что обычно происходит в стае, обычных, обычных животных, мы можем наблюдать в любой стае. Вот, неважно, кто это, волки, гориллы. Вот, и то же самое происходит в человечестве. То есть, что требуется от людей, которые живут на Земле? От них требуется гавах, так называемый. То есть, это энергия отрицательных эмоций, и кровь, и, так сказать, энергия, выделяемая при смерти физической человека. Вот, то есть, даже те религии, которые существовали на Земле, вот, многие из них требовали обязательно кровавых, значит, жертвоприношений человеческих. Вот, и мы можем наблюдать даже в христианстве, что в настоящий момент, что в основании каждого храма лежат мощи святого, и на алтаре в каждом храме обязательно есть шкатулка с мощами святого, а ведь мощи – это живой человек. То есть, мы можем обратить внимание на то, что и сейчас используются, в религиях используются жертвоприношения. Ну, в данном случае это жертвоприношения бескровные, но все равно это человеческие жертвоприношения, и они служат основанием для той магии, которая используется в ритуалах служебных. То есть, на Земле фактически установлена ферма, на которой разводят животных, которых получают энергию. Ну, кто, так сказать, находится в управлении? Тут очень много есть разных цивилизаций, которые решили поживиться за счет Земли. И тут и сербинтоиды, и инсектоиды, и рептилоиды. То есть, здесь все и змеи, и инсекомы, и рептилии. Такого здесь только нет. И нужно сказать, что если мы будем рассуждать о духовном уровне развития, то они все, на самом деле, выше того уровня, на котором находится человечество. Ниже нас только ад. И вот, собственно говоря, когда мне пришлось устанавливать систему самоорганизации живых систем, то есть, не систему, а систему измерений самоорганизации живых систем, то оказалось, что практически все человечество живет в аду. Вот. Очень немногие люди, они пересекли границу между адом и райом. Я имею в виду в духовном мире. Вот. И людей можно увидеть и почувствовать. Это такие уже люди, которые могут делать все, что угодно, и им никто не может помешать. То есть, с одной стороны, им не нужна никакая помощь, с другой стороны, они в себе уже не несут никаких разрушительных энергий, или, скажем так, не должны нести. Вот. А они уже могут, на самом деле, вести устойчивый образ жизни. Вот. Или даже, так сказать, развиваться духовно. Вот. Люди, которые находятся в аду, особенно ниже пятого уровня гармонии, они, как правило, не могут ничего сделать. Они только ругают все. Вот. А сил для того, чтобы что-то изменить, у них нет. И любая религия, она именно стремится человека именно в такое состояние ввести, потому что тогда он не будет путаться под ногами, он не будет мешаться, не будет легко управлять. Вот. И это представляет собой цель тех, кто управляет землей. И вот мне пришлось наблюдать, каким образом, собственно говоря, вот этот переход начался. А с чего он начался? Вот. Я помню, еще в 2005 году были уничтожены аккумуляторы, которые, скажем, существовали в православной церкви. То есть, их по-разному воспринимали. Кто-то их воспринимал как аэростаты, кто-то как геппопотамов, кто-то как просто такие мешки, что ли. Да, это были огромные резервуары энергии, которые была украдена у мирян, посещающих церковь. И вот эти вот религиозные энергетические аккумуляторы, они были уничтожены в 2005 году. Вот, собственно говоря, первый был такой, мною замечен, серьезный такой действий, которое входит, так сказать, в переход. И нужно сказать, что вседержитель, который руководит переходом, у него цель очень четкая. Вот, цель изменить этот мир, уничтожить, поскольку это, в общем-то, так как я вам рассказал, вы можете понять, что это на самом деле тупиковая цивилизация. Вот, от нее ничего ждать не приходится. Вот, она развивается по техногенному принципу, который тоже, в общем-то, является тупиковым. Если мы будем говорить о том, что человек развивается духовно и, в конце концов, он должен стать Богом, вот, но он свои божественные качества здесь никаким образом не проявляет, потому что существуют различные способы, костыли, так сказать, замены тому, замены тем ситхам, которые у человека должны быть. То есть человек должен перемещаться, свободно, по вселенной, вот, у нас, и, так сказать, телепатически общаться с кем ему понравится, неважно, кто это, животные, это люди, это растения, то есть человек мог общаться со всем живым на живом языке. На языке запахов, на языке телепатическом. И люди в настоящий момент лишены, ну, большинство людей, я не имею в виду, лишены фактически всех этих способностей, вот, и те люди, которые эти способности в каком-то виде еще сохраняют, вот, они считаются экстрасенсами, то есть это какие-то совершенно удивительные люди, вот. Вот, а если мы посмотрим историю Земли, то мы увидим, что духовно развитые люди, они целенаправленно уничтожались, вот, причем очень, это была широко практика распространена. Вот, последнее, что мы знаем, это мы знаем о инквизиции, вот, которая, которая уничтожала людей. И до сих пор у нас есть представление о суде, вот. И Фемиды, как вы знаете, она представляет собой богиню с завязанными глазами и с весами в руках. Потому что каким образом выделяли вот этих вот духовных людей? Их выделяли по весу. То есть они, на самом деле, все мало весят. Поэтому что с ними делали? Их вязали, связывали, например, правую руку с левой ногой или левую руку с правой ногой, бросали в реку. Вот, если они тонули, так сказать, то их не трогали. А если они плыли, то тогда, значит, они обладали совершенно удивительными свойствами, вот, сверхъестественными, да, вот то, что мы сейчас называем экстрасенсорикой. Вот, и они фактически были все уничтожены. И в настоящий момент мы имеем, конечно, до сих пор есть такие люди, которые сохранили такие исполненности. Вот, их сейчас уже не трогают, потому что они, их количество настолько мало, что они не мешают управлять землей. Вот, той самой, той системе, той системе управления, которая существует в настоящее время. Нужно сказать, что вот тот переход, о котором мы говорим, да, собственно говоря, операция по очищению земли от насилия, она началась сначала на ментальном плане. вот, и только гетто в 2011 году была пройдена точка невозврата. Вот, то есть стало ясно, что, да, действительно, переход произойдет, земля чистится, вот, возврата уже нет. и нужно сказать, что если мы станем рассматривать основную массу предсказаний, которые существовали в 20 веке, то они, на самом деле, были рассчитаны на то, что земля будет развиваться по тому сценарию, который был написан для существующего мира. вот, и мы видим, что где-то начиная уже с 2000 года вот эти вот, вот эти предсказания, они как-то уже начинают не сбываться. То есть там начинается, начинается совершенно другая картина, совершенно другие события происходят. То есть, действительно, произошло вмешательство, скажем так, светлых сил, и это вмешательство было направлено на то, чтобы установить на земле совершенно новое общество, вот, построить новый мир, новый мир, этот мир любви. То есть, опять вернуть земле то ее прекрасное, как говорится, место во Вселенной, которое она всегда знала. То есть, земля, она представляет собой, ну, какое-то такое, знаете, необычное место во Вселенной. То есть, если раньше там находился, находился центр управления Вселенной, то, видимо, нужно было восстановить снова эту функцию Земли, и теперь вот это вот и происходит. Значит, что в настоящий момент мы можем сказать о переходе? Вот где-то уже начиная с 12-го года, с конца 12-го года, мы можем сказать, что Вселенная начинает меняться. Даже ученые, они стали замечать, что изменился вес протона, вот, изменилось, изменилось, скажем, небо. То есть, как бы, Земля, она попала в другое, так сказать, в другое пространство, не в том пространстве, где она находилась раньше, а в другое. О чем это говорит? Это говорит о том, что раньше Земля находилась в таком секторе, ну, вы знаете, что все вращается, да, и вращается и Солнечная система, и вокруг центра галактики, вот, и, собственно говоря, вот и Солнечная система, и Земля находились в таком секторе, где преобладали, преобладали силы именно темные, вот, и поэтому, собственно говоря, и на Земле установилась такая, скажем так, такая система управления, которая получила название Кали-юги, например, вот, или Ночи Сварога, по-разному, разные религии по-разному описывают это время, и оно, видимо, бывает циклически, потому что один оборот происходит где-то в 25 с лишним тысяч лет, вот, и вот, Ночь Сварога длится гораздо дольше. Что нужно сказать? Что после того, как было начато уже, я бы сказал так, закончилось, закончилось событие на ментальном плане, начали развиваться события на астральном плане, вот это, собственно говоря, и началось примерно с начала 13-го года. Ну, естественно, что те силы, которые управляют Землей, они не хотели мириться с тем, что происходит, вот, и они усиленно и ускоренно стали принимать меры к тому, чтобы установить здесь на Земле те порядки, которые, которые для них были бы совершенно идеальными. То есть, что это такое? Значит, те, те люди, которые, которые являются сынами Божьими, вот, они, их очень трудно было, на самом деле, уничтожить, потому что они обладали определенной силой божественной, вот, и с ними нужно было постоянно бороться. Если мы рассмотрим историю, и лучше даже сказать альтернативную историю, которая сейчас стала развиваться в последнее время, опять-таки, в результате вот этих переходных событий, то мы увидим, что, скажем, то, что происходило с Россией или тем местом, которое мы называем Россией, вот, это все очень четко показывает, каким образом шла борьба с живыми людьми, с теми, кто является божественными сынами. Это фактически Арии, вот, это те, это те люди, которые несут в себе божественные свойства, которые представляют собой, у которых световые дела, то есть, это главные враги вот того самого, того порядка, который был земным уничтожен. и что было задумано? Было задумано вот то, что мы теперь уже хорошо знаем, то есть, фактически, концентрационный лагерь для живых людей, а управление должно было быть построено на том, что основную массу представляют собой роботы, ну, роботами, естественно, управлять очень просто, потому что они просто выполняют программы, у них нету своей собственной воли, у них нет своей собственной задачи, у них нет своей собственной, ну, скажем так, целей. Вот. Эти цели все запрограммированы и таким образом все крутится по заранее заданной программе. Но, как вы понимаете, творец или вседержитель, вот, у него был свой план, и я должен сказать, что я этот, и вот осуществление этого уклона я уже наблюдаю, ну, практически 20 лет, почти. И мне, конечно, все время хотелось все, чтобы было быстрее. Например, я прогнозировал, что еще в седьмом году произойдут те события, которые, на самом деле, происходили только еще в двенадцатом, тринадцатом году. Вот. То есть, на самом деле, вот это вот сам процесс изменения порядка на Земле, он очень сложный. Он сложный, потому что слишком много всего было уничтожено и заменено всякими искусственными, скажем так, объектами для управления Землей. И вот это вот все весит набор объектов, их тоже нужно было уничтожить, и вот в данный момент мы можем наблюдать, как уничтожается вот уже основной матрицей, по которой, собственно говоря, происходит жизнь на Земле. И вот лично я, например, я работал как раз вот в этой матричной системе, которая на Земле существует, и я вижу, что последний месяц я уже не могу работать так, как я работал раньше, потому что вот эта вот система, она уже разрушается настолько, вот, и вы тоже можете ощущать, я думаю, многие ощущают те изменения, которые происходят, и даже наши физические тела уже начинают расформироваться, вот, я надеюсь, что среди вас есть немало людей, которые это все знают, причем нужно сказать, что вот эти изменения, которые происходят, они на самом деле у каждого человека индивидуально ощущаются, но общее, что можно сказать, это то, что вот те энергии, которые существуют, они стали менять свою частоту, вот, если раньше преобладали низкочастотные энергии, то сейчас появилось очень много энергии высокой частоты, и нужно сказать, что каждый человек, он тоже, на самом деле, представляет собой генератор частот, и поэтому нужно понимать, что если вы, скажем, идете в форматоре старой системы, а что это значит? А это значит, что вы все принимаете со страхом, с паникой, с неуверенностью в себе, вот, тогда вы практически оказываетесь в стане тех, кто поддерживает старый мир. А если вы, если вы, так сказать, можете испытывать энергии положительные, созидательные энергии, то есть, если ваши чувства представляют собой радость, как основу, да, вот, и ваши энергии направлены на помощь людям, на совершенствование отношений между людьми, вот, если вот это все у вас присутствует, вот, тогда вы находитесь в том лагере, который, можно сказать, представляет собой новый мир, или создание нового мира, или осуществление нового мира, или приход вот этого вот нового мира на Землю. Я должен сказать, что, вот, наша школа даже, она тоже, на самом деле, получила сигналы, которые говорят о том, что нам нужно работать уже по-другому, то есть, нам нужно переходить на, в своей работе нужно переходить на живую матрицу, потому что, если мы будем работать со старой матрицей, вот, мы просто будем, что называется, помирать вместе с тем миром, который уничтожается. Поэтому, вы можете заметить, что, у нас меняются даже, ну, методы работы в школе, вот, у нас меняются, я думаю, будут измениться вообще методы консультации, изменятся методы наших встреч с вами, семинарских, то есть, все теперь будет по-новому, вот, и все это на самом деле по-новому, потому что мы переходим на работу на живой матрице, вот, естественно, что это требует совершенно особых, я бы сказал, энергий, то есть, мы должны, мы не должны проваливаться, мы не должны, так сказать, ну, можно сказать так, что существует любовь и существует страх, вот, есть такие представления, что вот, есть только любовь и страх, есть вещи построенные на любви, есть построенные на страхе, вот, если вы попадаете, так сказать, туда, где царствует страх, вот, это, это прошлое, это прошлое, которое уходит, и от которого нужно отказаться, от которого нужно всеми силами уходить, вот, что для этого надо, вы, вот, знаете, наверное, что мы давно уже ведем работу по тому, чтобы менять свой характер, хотя, я должен сказать, что современная психология утверждает, что характер изменить нельзя, что с чем человек родился, с тем он умрет, а мы знаем людей, которые, на самом деле, в своем характере уже не имеют отрицательных черт, то есть, они добились того, что их характер соответствует характеру человека нового мира, и мне пришлось убедиться, что это не только люди, которые работают под тем методикам, которые мы предложили, но они своими силами еще раньше, чем мы, так сказать, эти методики начали использовать, они, пользуясь ими же, они добились того, чего мы ждем, что добьется каждый, кто работает по нашим методикам, почему? Да потому что эти методики, они как бы висят в воздухе, то есть, если вы хотите это дело делать, это самый простой и самый, ну, я бы сказал, самый короткий путь, хотя он длится месяцами, в чем состоит главное в этом, главное нужно изменить свой образ жизни, нужно изменить свой характер, потому что, собственно, та цивилизация, которая все еще пока существует, она тупиковая, больше 80% человечества живет по животным программам, то есть, это путь в никуда, и если мы хотим остаться в живых, то есть, фактически, духовно выжить, вот, наша задача, что сделать? Нужно уже сегодня приобрести качество тех людей, которые будут составлять новый мир, вы должны понимать, что любое общество состоит из тех людей, которые ему соответствуют, потому что если общество нормальное, значит и люди нормальные, потому что они являются основными носителями всех качеств цивилизации, а если это так, то нужно уже сегодня приобретать качество человека нового мира, и вот это вот, собственно говоря, есть основная задача, то есть, нужно менять свой характер, нужно менять свой образ жизни, вот, и эта трансформация, которую человек сейчас может делать, потому что для этого есть время, но времени немного, я думаю, что где-то порядка двух лет, потому что если говорить о том, когда будет конец перехода, это зависит от того, что считать концом, вот, можно считать концом, так сказать, наступления золотого века, можно считать концом, так сказать, отказ от той системы управления, вот, я считаю, что отказ от системы управления, то есть, смерть вот этой вот системы, окончательная смерть вот этого мира, она, она и будет тем переломным моментом, вот, который будет ознаменован чем, что власть от старого мира перейдет к миру нового. Пока что это невозможно, потому что новый мир даже не все его видят. Большинство людей даже не думает о том, что новый мир наступает, что он вот одновременно с, так сказать, с умиранием старого мира растет новый мир, он еще не приобрет ту критическую массу, когда можно ему передать власть. Вот. Но это говорит о том, что нам сложнее, потому что в том мире, в котором мы живем, надо обязательно сопротивляться тому, что, так сказать, существует. Почему надо сопротивляться? Ну, потому что от вас требуют в основном проявления отрицательных эмоций. А это есть как раз принадлежность, фактическая, энергетическая принадлежность к старому миру. То есть, если вы не хотите умирать вместе со старым миром, вам можно переходить на совершенно другой образ жизни, на совершенно другие энергии, которые у вас, совершенно другие чувства должны испытывать. И мы этому, как говорится, учим. У нас есть методики, которые разработаны, которые мы внедряем тем, кто значит, не хочет. Поэтому я вас призываю всех участвовать в переходе на стороне светлых сил. светлых сил. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!